В Перми могут обновить подвижной состав общественного транспорта в рамках федерального проекта. Цифровизация госуправления и производства, подготовка кадров. В Перми проходит цифровой форум. 10% от всех вакансий в Прикаме приходится на IT. Дефицит кадров в отрасли выше, чем в Москве. Новости Прикаме. В эфире РБК Пермь. В студии Артур Максимов. Здравствуйте. В Перми могут обновить подвижной состав общественного транспорта в рамках федерального проекта. Инициативу по обновлению автобусов, трамваев и троллейбусов в городах России с привлечением частных инвесторов обсуждают в столице, сообщает коммерсант. Проектам предлагается ввести госрегулирование тарифов, отдать перевозочный бизнес крупным операторам, а для обновления трамваев и троллейбусов внедрять концессии. Всего до 2035 года должно быть закуплено более 100 тысяч единиц транспорта. На это планируют выделить почти 200 миллиардов рублей. По данным издания, в Перми проект находится в высокой степени готовности. Краевая столица может войти в список городов, где программу запустят в пилотном режиме. Всего в ее реализацию может быть вложено 340 миллиардов рублей, 15% из которых обеспечат частные инвестиции, 25% капитальный грант, 60% заемные средства. Тем временем в Гордуме обсуждается вопрос о повышении тарифа в общественном транспорте до 26 рублей, куда предлагается включить и расходы на обновление парка. По информации коммерсанта, депутаты могут отложить вопрос из-за включения Перми в федеральный проект. Цифровизация госуправления и производства, подготовка кадров для цифровой экономики – эти и другие темы обсудили сегодня на цифровом форуме эксперты отрасли и региональной власти. На сегодня в крае более 2000 IT-организаций, из них 15 компаний – это резиденты Сколково. Подробности в материале Евгении Гараксиной. Информационная безопасность как мировой тренд. Специалисты IT-индустрии вместе с региональными властями обсуждают изменения в законодательстве, связанные с ее обеспечением. Очевидно, что на этапе развития цифровизации этому вопросу необходимо уделить особое внимание, заключают эксперты. Сейчас идет очень серьезное ужесточение требований и контроля по исполнению этих требований по защите, например, персональной информации. Я считаю это абсолютно правильно, потому что, когда ты предоставляешь твои персональные данные какому-то сервису, какой-то организации или структуре, хочется знать, что эти данные защищены. Они не утекут налево и их им никто не будет пользоваться, они санкционированы. Бизнес также должен чувствовать свою ответственность в этом отношении, должны защищать свои системы, защищать рабочие места. На сегодня в крае 30 приоритетных проектов по развитию цифровизации. Основные из них – цифровизация госуправления и производства, подготовка кадров для цифровой экономики, подключение к интернету объектов социальной инфраструктуры, в первую очередь в отдаленных территориях края, ну а также реализация проекта «Умный город». В этом году форум проводят не только для представителей бизнеса. Сегодня на этом новом этапе цифровизации экономики очень важна тесная связь производителей и потребителей цифровых экономик. И поэтому вот это может быть даже более важно, чем здесь встреча специалистов IT, сколько важна именно встреча пользователей, заказчиков. Бюджетная сфера государства является основным потребителем цифровых экономик. Важно, чтобы были рабочие места высокотехнологичные, чтобы кадры не уезжали в другие города. Одна из площадок форума – это инновационные решения в образовании. Но, к примеру, эксперты говорят о необходимости развития дистанционного обучения. В первую очередь для вузов – это привлечение иностранных студентов и, как следствие, повышение статуса в мировых рейтингах. Кроме того, на форуме участники рынка по традиции поделились своим опытом, обсудили типичные ошибки и успешные проекты. Специалисты и руководители IT-сферы представили также новейшие технологии и решения от международных производителей. 10% от всего количества вакансий в Пермском крае приходится на IT-специальности. Данные приводит портал HeadHunter. Поэтому показатель региона оказался на 12-м месте в стране. На одну вакансию в Прикаме приходится 2,25 резюме. Для сравнения, в Москве показатель 2,8, то есть дефицит кадров отмечает портал в Пермском крае даже острее, чем в столице. Чаще всего работодатели ищут программистов, IT-инженеров и специалистов по телекоммуникациям. Средняя предлагаемая зарплата – 36 тысяч рублей. К слову, ситуация с нехваткой айтишников сохраняется на протяжении нескольких лет и в ближайшей перспективе существенных перемен не предвидится, отмечают специалисты портала. Пока это все. Больше новостей на нашем сайте. Также всегда в доступе телефон редакции и наша электронная почта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова